Аль-Кутс Аль-Араби, Великобритания, поддерживает ли Россию силы Хамити в Судане после свержения Аль-Башира? Наджмуддин Карамула. 4 июня 2019 года, с началом Суданской революции средства массовой информации активисты часто сообщали об особых отношениях между свергнутым суданским режимом и российским правительством. В частности, речь шла о поддержке Москвы в целях предотвращения падения режима и отправки военных из частных военных компаний для подавления вспыхнувших протестов в декабре прошлого года. Когда в конце 2018 года в Судане начались антиправительственные демонстрации, свергнутый президент Амар Аль-Башир ответил насилием, что привело к гибели многих суданских демонстрантов. Силой быстрого реагирования была разработана особая стратегия дезинформации в социальных сетях, где распространялись обвинения в подстрекательстве к беспорядкам в адрес внешних сил. Согласно документам, полученным американской сетью CNN, CNN, суданское правительство не было автором этой стратегии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась на январской пресс-конференции. По нашим данным, в Судане действительно работают представители российских частных охранных фирм, не имеющих отношения к российским государственным органам. При этом их функции ограничиваются подготовкой кадров для силовых структур Республики Судан. Теперь, после падения суданского режима западные местные СМИ сообщают, что Россия поддерживает ключевую группу среди суданских вооруженных сил, а именно силы быстрого реагирования во главе с генерал-лейтенантом Мухаммедом Ханданом Дакла, известным как Хамити. Он является лидером военных в процессе переговоров с силами за свободу перемены. Тем самым Россия стремится сохранить свои стратегические и экономические интересы в Судане и на Африканском Роге. Судан является уникальным испытательным полигоном для Москвы, которая планирует расширить свое влияние в Африке в целом и на Африканском Роге, в частности, за счет смешанной деятельности частного и государственного секторов. Эта стратегия является недорогой и позволяет Москве действовать в стратегически важных сферах суданской политики без вмешательства регулярных вооруженных сил или крупных инвестиций со стороны российского правительства. Другими словами, Москва использует частные компании в обмен на торговые уступки. Начало активного сотрудничества между правительством Судана и Россией было положено в 2006 году, когда русские появились в Судане в составе миротворческих сил. Спустя пять лет в ходе визита министра иностранных дел Сергея Лаврова были разработаны планы экономического и политического сотрудничества между двумя странами. В 2013 году суданские власти предложили России проекты на сумму более 6 миллиардов долларов, но их не удалось полностью реализовать из-за конфликта в регионе. В настоящее время Судан занимает 82-е место среди российских партнеров в сфере международной торговли. В 2018 году объем торгового оборота между ними составил около 510,4 миллиона долларов. При этом около 92% российского экспорта в Судан составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Также интересы Москвы в Судане лежат в сфере вооружения и энергетики. Полуостров Крым свидетельством близких российско-суданских политических отношений является тот факт, что Судан дважды поддержал Россию, в 2014 и 2018 годах, во время голосования по Крыму в Генеральной Ассамблее ООН. Судан стал одной из двух африканских стран, которые поддержали Россию в ООН по данному вопросу. Со своей стороны Москва всегда была на стороне Хартума по вопросам, связанным с ситуацией в Дарфуре, считая это внутренним делом суданского государства. Несмотря на санкции на продажу оружия Судану, военно-техническом сотрудничество стало важной частью двусторонних отношений. С конца 1990-х годов Россия и Китай продавали оружие Судану, несмотря на международные санкции, и стоимость оружия, приобретенного у Москвы за последние два десятилетия, оценивается примерно в 1 миллиард долларов. В 2004 году Судан получил 15 российских МиГ-29С на сумму более 200 миллионов долларов. Кроме того, был подписан контракт на поставку 12 тяжелых вертолетов Ми-24П и 6 транспортных самолетов Ми-8МТ. Два года спустя были подписаны новые контракты на закупку следующей партии этих машин, около 12 Ми-24П и Ми-8МТ. В Судане также работает российский вертолетный сервисный центр. В 2017 году во время визита в Москву президент Тамара Аль-Башир обсудил с Путиным возможность создания военной базы для России на Красном море. По мнению российских военных экспертов, Судан является проводником влияния Москвы в Центральноафриканской республике. Главные проигравшие в последние годы западные СМИ сообщали о присутствии российских наемников в Судане, с 2017 года, действующих от лица частных военных компаний групп военных инструкторов. По данным «Новой газеты», в Судане находились около 30 военных специалистов, которые отвечали за подготовку солдат и консультировали по вопросам безопасности. Кроме того, одновременно с этим суданские военнослужащие проходили подготовку в России. А сегодня Москва во что бы то ни стало хочет избежать участи главного проигравшего после успеха революции в Судане. Как она полагала, новые суданские власти, безусловно, не простят ее за поддержку прежнего режима, отправку советников и военных наемников. Последние участвовали в подавлении недавних протестов, несмотря на быстрое признание России переходного военного совета Судана для избежания негативных последствий своей поддержки бывшего режима Аль-Башира. Таким образом, чтобы защитить свои стратегические интересы и не потерять важного союзника на африканском роге после смены власти в стране, Россия хочет поддержать ключевые военные группы, а именно командующего силами быстрого реагирования Мухаммеда Хамдана Дакла. Судя по всему, Москва верит в то, что именно военные в конечном итоге захватят власть в Судане или что это единственный подходящий ей вариант, после того как все российские преимущества исчезли вместе со свергнутым режимом Аль-Башира. В любом случае Судан останется ключевой страной для реализации российских амбиций в Африке, но многое будет зависеть от будущих событий на суданской арене. При этом Москва не сдаться так легко, она имеет прочные связи с суданской армией, которая укрепляет свою власть, хотя Аль-Башир находится в тюрьме. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.